Первый участник Амсис, персонажем Дарт Амсис. Прошу. Стандартный костюм ситка ученика, состоящий из сапог с накладками, штанов, туники до пояса, пояса, перчаток, двойного садового меча, плаща, линз и красного грима. Выступление построено на классическом выступлении Дарта Мола. Лорд ситков демонстрировал зрителям новый костюм. Владыка активирует меч. После исполнения этого поаплодируем. Итак, Шеварье, костюм Санития Баркера, ученица Сноука. Санитин, прошу прощения. Ученица Люка Скайуокера, покинувшая новый орден джедая вслед за Хайлоран. Новые ученики Верховного Лидероснова, кое придерживаются аскетичного образа жизни. Их одежда максимально проста, вплоть до получения рыцарского звания и нового имени. Черная роба, дополнительная красной рубахой, серыми штанами и высокими сапогами на небольшом каблуке. На поясе носят только энергокапсулы. Цвет меча красный. Зимхара Ашаевер Ашаевер, расы чистокровных ситхов, была рождена в древнем клане, берущем начало во времена Золотого века ситхов. Искусно владеющая темной стороной силы, она носит одежду, совмещающую в себе как элементы наследия расы, так и более поздние веяния ситхской моды времен возрождения империи ситхов. Прошу, поаплодируем. И следующий наш участник — Аурон, ситх-инквизитор времен Старой Республики. Ситхи-инквизиторы стояли на вершинах иерархии ситского общества. Обладая исключительными познаниями в темной стороне силы, они представляли собой невероятную угрозу для своих противников. Ситхи-инквизиторы зачастую одевались в изощрённые наряды и доспехи, украшенные древними символами и зловещими узорами. И использовали необычные виды световых мечей, дабы показать своё превосходство и вселить ужас в сердца врагов. Питас с персонажем Юсин. Юсин родилась и выросла на нижних ярусах карусанта в годы неразберихи после галактической гражданской войны. Родители оставили её, и Юсин с ранних лет была предоставлена самой себе, вынужденная стать мужчин-мусорщицей и вором. В 23 года во время вылазки в храм джедаев обнаружила, что один из немногих оставшихся мечей, который признал для них хозяина, стал и не стал красного цвета. С этого момента она начала пытаться наводить свои порядки в преступном мире карусанта, пока на неё не обратил внимания верховный лидер Сноу. Увидев потенциал Юсин, он отдал приказ увезти её с карусанта и, сломав её волю, сделал её своей приспешницей. И, наконец, эхо с персонажем Меон Альма, в костюмши по классической выпрыгке джедайской формы. Обучалась и росла в храме, где никогда не чувствовала себя чужой. По причине неуёмной энергии некоторые науки давались ей с трудом. Её огромную любознательность старший лишь поощряли, рассказывая о том, что творится в мире, насколько он велик и обширен, и что многое в нём не так, как она привыкла думать правильно. А когда она стала бодованом, это стало одной из причин, почему она двинулась в дорогу. Поаплодирую. И, наконец, Крейс Крэйс, он а и он и 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 Василина с костюмом джетай-консула. Прошу, поаплодируем. Образ основан на собственных персонажей из игры Star Wars The Old Republic с некоторыми изменениями игрового сета. На фото прикладывались скрин-арт. Мы их посмотрели, и вот оно. АПЛОДИСМЕНТЫ Поплодируем еще раз. На этом парад костюмов завершен. Никуда не расходите.